Избирательная кампания, тем более по выборам президента России, относятся к разряду таковых, всегда очень немножко волнительно даже начинать с такого рода дискуссии. И вот сегодня мы как раз презентуем начало серии круглых столов, дискуссий, ток-шоу. По-разному можно это формулировать, кому как это удобно, как симпатично. Я думаю, больше формат ток-шоу у нас будет, конечно, где мы будем говорить о тех или иных важных, что называется, реперных точках в ходе нынешнего избирательного процесса и, прежде всего, делая акцент на том, как работают наблюдатели на этих выборах, на выборах президента России. Сегодня первую нашу встречу мы достаточно остро постарались сформулировать, насколько это можно, для того, чтобы никоим образом не выказать как-то своего мнения или своей позиции. Потому что для нас очень важно, чтобы звучали позиции тех, кто здесь присутствует в зале и будет участником этих дискуссий. Как гражданское общество будет контролировать выборы? Участники, я думаю, помогут нам разобраться с требованиями к наблюдателю, к вопросам их подготовки, эффективной, прежде всего, работы. И если позволите, без дополнительных прелюдий, я бы представил сразу наших сегодняшних спикеров под ваши бурные аплодисменты. Это Александр Семенович Брод, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Анатолий Алексеевич Фомин, председатель Общественной Палаты Республики Татарстан. Игорь Измайлович Бекеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. И Артем Вячеславович Прокофьев, депутат Государственного Совета Республики Татарстан. Кроме того, в зале сегодня присутствует большая группа экспертов. Я думаю, что буду представлять каждого из экспертов по мере того, как у вас, у уважаемых экспертов, возникнет желание что-либо прокомментировать, высказать какое-то свое дополнение, мнение, существенное замечание, либо адресовать вопрос кому-то из присутствующих здесь. А сейчас давайте сразу начнем, потому что время всегда потом не хватает, и не хотелось бы, чтобы его не хватило. Хотелось бы, чтобы мы смогли все-таки вот эту вводную, что называется, часть, как гражданское общество может вообще контролировать выборы в свете тех изменений в законодательстве, которые случились, которые произошли, сразу начать собственный разговор. Как проходит подготовка наблюдателей процесса к выборам, кто какие действия произвел, как вообще организованы с вашей точки зрения сейчас эти процессы, в чем новизна, чем прежние правила не устраивали. А может быть, чего еще не хватает в тех, которые сейчас уже обозначены. Ну и давайте будем людьми вежливыми. Александр Семенович, мы начнем с вас, как с гостя с одной стороны, с другой стороны, как человека авторитетного. Авторитетного гостя, который может достаточно независимо, и так немного отстраненно по отношению к ситуации в нашей республике, но очень предметно по отношению к положению дел в стране, вот на эти наиболее общие вопросы попытаться конкретизировать свою позицию. Пожалуйста, вам слово, и сразу регламент, ну, в районе пяти минут, да, вот вступительное слово. Уважаемые коллеги, мне приятно получить приглашение для участия в этом круглом столе, или, как ее можно назвать, экспертной встрече. В республике я бывал много раз, у нас добрые рабочие отношения с уполномоченным по правам человека, с Абурской, с общественной палатой республики Татарстан, с палатой адвокатов республики Татарстан. И у нас был опыт мониторинга избирательных процессов в республике, и они всегда проходят здесь бурно, интенсивно, регион большой, развивающийся, динамичный. Кстати, вот буквально недавно был в республике Дагестан, и знаю о том, что временно исполняющий обязанности главы республики, приезжал в Татарстан, знакомился с опытом республики, я знаю, даже есть и некоторые планы по привлечению кадрового резерва. Скоро премьер-министр там будет из нашей республики. Я слышал об этом. Поэтому регион всегда в центре внимания, всегда избирательные процессы находятся под пристальным контролем не только региональных, но и федеральных общественников. И я приветствую вот такой формат, когда приглашаются все политические партии, все общественные силы, чтобы, несмотря на конкурентность, несмотря на то, что разные партии защищают своих кандидатов, мы обсуждаем общее дело, как сделать избирательные процессы прозрачными, законными, доступными для всех категорий избирателей. Что касается наблюдателей, вот если перефразировать Владимира Ильича, можно сказать, то, о чем так долго мечтали правозащитники, свершилось. Много лет мы говорили о том, что нам необходимо предоставить право выдвигать наблюдателей из своих рядов. Раньше мы имели такую возможность быть наблюдателями либо от политических партий, либо от кандидатов. Это сужало наши возможности, давало повод обвинять общественников в ангажированности. Теперь уникальная возможность подготовить большое количество общественных наблюдателей и направить их на участковые избирательные комиссии. Я знаю, что в Татарстане такая работа по подготовке наблюдателей началась, по-моему, 23 соглашения с неправительственными организациями, и уже идет учеба. Вот пользуясь случаем, я бы хотел публично руководителю общественной палаты республики вручить такое учебно-методическое пособие «Общественный контроль на выборах», которое подготовлено и федеральными, и региональными экспертами. Здесь прописываются права, обязанности наблюдателя, основные виды нарушений, пути реагирования. Здесь и описывается незаконная агитация, факты подкупа, применение административного ресурса и все иные возможные нарушения. Но самое главное, что основной посыл этой книги, вот он даже вынесен на заднюю обложку, заключается в том, что задача наблюдателей не провоцировать конфликты, не расшатывать избирательную систему, а вместе с этой избирательной системой разделить ответственность за проведение законных, открытых, прозрачных выборов. Вот разрешите, я это пособие вручу. Мы пришлем его и в электронном виде, кроме того, готовы направить в Татарстан экспертов, которые будут вести специальные семинары. Я хочу сказать о том, что избирательные процессы, несмотря на многочисленную критику справа, слева, из центра и извне, тем не менее совершенствуются. Взять хотя бы сентябрьские выборы прошлого года. Вот посмотрите, почитайте, СМИ, интернет. Никогда такого не было, чтобы такое громадное количество проверок по линии ЦИК, по линии правоохранительных органов. Никогда так не обновлялась избирательная система и по линии руководителей региональных избиркомов, территориальных избирательных комиссий. Новшества в избирательном законодательстве, помимо общественных наблюдателей, это и QR-коды на протоколах, что исключает возможность их переписывания, их подтасовки. Это и видеонаблюдение не только на участковых избирательных комиссиях, но и на территориальных избирательных комиссиях. Это голосование по месту нахождения, что также облегчает возможность принять участие в избирательных процессах. Поэтому, безусловно, многое делается, но многое еще и нуждается в тщательном контроле и вопросы применения административного ресурса и другие проблемы, с которыми сталкиваемся на избирательных участках. Я желаю, чтобы общественники Татарстана восполнили именно ту нишу по линии общественного контроля, чтобы на участки вышли подготовленные, неравнодушные, главное, объективно настроенные люди. Я думаю, что сама по себе компания проходит в рамках закона. Были обращения по поводу сбора подписей, по поводу агитационных материалов. Мы обращаемся в ЦИК России, мы пишем запросы в разные инстанции. Где-то меры применяются быстро, где-то не так быстро, как нам бы хотелось. Но идет живой нормальный процесс избирательный. И, безусловно, Республика Татарстан должна провести выборы в правовом поле. Мы будем работать вместе с коллегами именно на это. Никакого принуждения, никакого давления. Все должно быть максимально естественно и прозрачно. Спасибо. Итак, вы вспомнили средства массовой информации. Я сразу вспомнил в ответ, что виноват. Я не предупредил, не сказал, что в зале присутствуют представители средств массовой информации. И, я думаю, у них тоже будут свои вопросы и, возможно, даже комментарии, в зависимости от того, что пожелают важным и существенным высказать наши коллеги. Анатолий Алексеевич, прозвучала, кстати, фраза «Наблюдатели готовы разделить ответственность». Готовы? Спасибо, Леонид Григорьевич, за предоставленную возможность. Уважаемые коллеги, здесь вижу огромное количество своих соратников по Общественной палате, представителей политических партий. Несколько слов. Все-таки я хотел бы высказать свое отношение, частное мнение по поводу введения этого института. Так уж получилось, что, ну, вы знаете, многие знают, что, когда я был председателем Центральной избирательной комиссии, мы провели 12 федеральных и республиканских избирательных кампаний, 12. И, конечно же, вот эта мысль, она возникала всегда, когда мы наблюдали борьбу политических партий, отдельных кандидатов, будь то на уровне муниципальном, будь то на уровне республики, государственных советов, будь то на уровне президента республики или президента Российской Федерации. И это чувство вот такое возникало, что участники избирательной кампании, непосредственно партии, кандидаты, которые борются, которые, я извиняюсь, толкаются локтями, и это нормально, дают оценку. Вот это, мне казалось, что это не совсем правильно. И когда в декабре прошлого года был принят закон, я вначале немножечко так подумал, что почему именно сейчас, почему и не сейчас, это надо было вводить, конечно, раньше. И главная задача здесь вот наших общественников, это непредвзятым, неангажированным, ни с какой точки зрения. В общественной палате нет политических организаций. В республике, вы знаете, около 6 тысяч общественных формирований. Там сотни тысяч людей наших граждан являются. И поэтому, когда мы будем выбирать наблюдателей, и давать им такую возможность, значит, осуществлять наблюдение за всем процессом, это будет очень важно. Что хотелось бы сказать. Избирательный процесс, он ведь идет и идет уже достаточно давно. И мы почему-то всегда склоняемся к тому, что наблюдатели только в день голосования. Это очень важно. Это ПФИО с всей избирательной кампанией. Это голосование, это подсчет голосов и так далее. Но избирательная кампания начинается ведь задолго. Это процесс выдвижения, процесс формирования избирательных фондов, освещение в средствах массовой информации, равные возможности доступа к СМИ и так далее. И если говорить о целях этого закона, то это мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. В этом заключается. Поэтому мы и сейчас должны смотреть и наблюдать за этим процессом. Как идет сама избирательная кампания, мы видим, что есть отдельные шероховатости. Это все понятно. Так, наверное, и должно быть. Но наши главные задачи, как мне представляется, когда пройдет 18 марта или на следующий день, мы могли сказать, я, как вот в драматургии, есть же такое выражение, не верю или, а мы должны сказать, я верю, что избирательная кампания прошла легитимно, прошла честно. Да, возможны отдельные нарушения были, есть и будут в любой избирательной кампании. Но вот это мы должны четко сказать. И, конечно же, вот здесь у нас не должно быть противостояние с представителями политических партий. Я еще раз хотел бы сказать, что это вы участники борьбы, это вы как бы в ринг вошли и, понятно, там все средства, отведенные правилами или законом, должны соблюдать. А мы, как мне представляется, опять же, должны быть над схваткой гигантов, которые борются за президентское кресло, и с тем, чтобы оценить и дать соответствующее заключение. Вот это очень важно. Как мы планируем осуществить эту работу? Понятно, у нас во всех наших муниципальных образованиях, 45-х, да, 43 муниципальных района и два городских округа, в каждом есть общественная организация, в каждом есть наши соратники. И, конечно, из этих граждан мы и планируем составить корпус наблюдателей. По-другому никак не сделаешь. Максимально обучить или максимально рассказать о целях и задачах. Ведь каждый из наших общественников приходит в день голосования, ну практически каждый, в день голосования на избирательном участке и голосует. Одно дело, что он проголосовал и исполнил свой гражданский долг, это все понятно, а другое дело, он вот таким непредвзятым взглядом еще и посмотрит, как идет процесс, оценит, что было до этого, что происходило в день голосования. Вот это принципиально важно. И я еще раз хочу сказать, в конце мы должны продемонстрировать о том, что в Татарстане все, что требует закон, было соблюдено и никаких особых нареканий здесь не было. Поэтому мы образовали рабочую группу, которую Кирилл Николаевич Пономарев отглавляет, заключили соглашение Центральной избирательной комиссии нашей республики, вот Надежда Петровна здесь присутствует, заключили соглашение с множеством общественных организаций, юристов, конечно, будем приглашать и так далее, и так далее. То есть вот все элементы избирательной кампании на всем протяжении мы должны оценить. И именно сейчас мы должны тоже внимательно смотреть, скоро зарегистрируют кандидатов, как пройдет процесс регистрации, сколько их окажется, как будет предоставлено время, значит, все ли будут иметь возможность выступить перед аудиторией по стране, когда в республику будут приезжать кандидаты, наверняка будут приезжать, будем смотреть и наблюдать за этим процессом. Как средства массовой информации осуществляют, непредвзято, нет ли ангажированности и так далее, и так далее. Вот это, на мой взгляд, и составляет общественный контроль за процессом выборов. Я думаю, в дальнейшем это распространится не только на выборы президента, пока закон только об этом говорит на выборах президента Российской Федерации, но я думаю, это на всех уровнях весьма целесообразно. Уважаемые коллеги, значит, будут, если вопросы, мы готовы ответить, поэтому успехов всем нам, всем нам на этом непростом, может быть, до конца еще неосознаваемым, значит, несознаваемой миссии или ответственности за вот этот процесс. Потому что, конечно же, общественные организации в Российской Федерации в результате разные. И, значит, так уж получилось, что законом определено, что именно Общественная палата России и Татарстана только два вот этих субъекта могут направлять наблюдатели и давать оценку происходящему. С тем, чтобы мы легитимно, легитимно сами, то есть, когда мы будем говорить в конце избирательной кампании и высказывать нашу точку зрения, то мы имеем на это законное право. Каждый человек, конечно, имеет право высказывать свою точку зрения, но мы еще и наделены правом закона, значит, давать оценку избирательной кампании. Спасибо, успехов всем нам. Спасибо. Какое красивое начало. Все желают друг другу успеха, все такие позитивно настроены. Это вообще приятно. Игорь Измайлович. Я представляю и Общероссийский народный фронт, и избирательный штаб Владимира Путина, в которые представители нашей организации вошли. Естественно, мы приветствуем расширение возможностей гражданского общества по контролю за выборами. Что греха таить, социологические опросы показывают результаты социологических исследований, что Владимир Путин является на данный момент лидером, он поддерживается большей частью избирателей Российской Федерации. И поэтому мы бы желали, чтобы, что называется, выборы находились вне каких-либо подозрений, чтобы они были абсолютно чистыми, понятными для людей, снять все шероховатости, о которых уже упоминал Анатолий Алексеевич. Этого мы действительно желаем. Избирательный штаб, который сформирован в Республике Татарстан, сейчас ведет активную работу с гражданами. Мы принимаем их, принимаем их сообщения, наказы, принимаем их позицию для того, чтобы в последующем наш кандидат мог отразить в своей деятельности нужды и чаяния людей. Игорь Владимирович, только вот все-таки про наблюдателей. То есть не про штаб, не про работу штаба, не про кандидата. А вот Ваш взгляд на то, насколько эффективно в соответствии с принятыми в законодательстве изменениями смогут сработать наблюдатели? Изменения в законодательстве, возможность работать эффективно дают. Если мы обратимся к тем организациям, которые могут выдвигать своих представителей, это огромное поле, огромные возможности. И замечательно, что мы теперь не только на поле действия политических партий действуем, но и переходим к другим сферам, другие участники, расширения максимальные. Поэтому мы приветствуем те возможности, которые предоставил декабрьский закон. Спасибо. Спасибо. Ну и Артем Вячеславович, раз уже было сказано, что один из наших спикеров представляет штаб кандидата Путина, я должен сказать, что представляете штаб кандидата Грудинина, да? Но все-таки не о кандидате, а еще раз напоминаю о нашей главной теме. Пожалуйста. Я помню о главной теме, да, и на самом деле у меня такое ощущение, что я здесь присутствую в такой роли адвоката дьявола, да, то есть вот такое единодушие и мажорные нотки у всех остальных спикеров, что ну для меня в некотором смысле это удивительно, да? Ну вот здесь прозвучало, да, такое, наверное, уместное сравнение, что вот выходит на ринг, там, да. Ну представляете, если мы будем, у нас спортсмен, он сегодня выходит на ринг в бокс, а на следующий, значит, ему раз говорят, а сегодня будет по правилам сумо. Вы понимаете? Вот о чем я говорю. То есть стабильное законодательство – это одна из главных проблем, это нестабильное наше избирательное законодательство. То есть во всем мире упор сделан на стабильное избирательное законодательство, но которое ведет к непредсказуемым непредсказуемым результатам. То есть избиратель решает, кто побеждает на выборах. У нас же правила меняются постоянно, то есть они абсолютно непредсказуемы, постоянно вносятся какие-то изменения, зато результат, напротив, он абсолютно предсказуем. Это же абсурд. И это, я считаю, одна из существеннейших фундаментальных проблем. И те положительные изменения, которые есть вот в рамках того, что мы сегодня обсуждаем, ну, они, безусловно, там есть положительный момент, я о них сейчас скажу, это вот общественные наблюдатели. В принципе, идея правильная, она хорошая. То, что наблюдателей не надо подавать теперь за три дня, да, это была большая проблема, потому что мы знаем, с учетом существования административного ресурса, там начинались у нас выходы, значит, куда это там собралось понаблюдать и так далее. Вот, когда эти данные попадали заранее уже в избирательной комиссии. И решение по камерам. Это тоже безусловный плюс. Вот, то есть, это положительные изменения. Но, в целом, есть вот такая фундаментальная проблема. Еще одна сложность, это то, что все-таки подлинной воле, подлинной воле, вот сделать этот процесс действительно таким честным и прозрачным, я не вижу. Потому что, да, наблюдение – это хорошо, камеры – это хорошо, общественное наблюдение – прекрасно, но должна работать вся система, то есть, я говорю и о правоохранительной системе, и о системе судов. К сожалению, у нас опыт показал, например, выборы в Госдуму, да, то есть, по Казани были камеры. Явка не сходится, то есть, получается так, что у нас какие-то там невидимые, видимо, избиратели привидения подходили к урнам и клали бюллетени. Реакции нет, к сожалению, на это. То есть, я говорю о том, что эти инструменты, которые мы добавляем, они должны действительно менять ситуацию, а не повисать вот на этом этапе и не приводить к изменениям. Следующий вопрос. Это все-таки нам надо подумать, раз вот такой институт воется, чтобы это были не отдельные люди. Если мы говорим о наблюдении, надо понимать, что это должны быть команды, потому что, к сожалению, у нас работают в избиркомах слаженные команды, слаженные команды, например, это или сотрудники школ, да, или это сотрудники управляющих компаний, и один, даже самый честный наблюдатель, общественный наблюдатель, ему скажут, ну, мы так все знаем, как сделать, давайте, давайте, успокойтесь, общественное давление, он один, и какой бы он ни был общественный наблюдатель, там членов общества больше, и не каждый может противостоять этому. То есть, действительно, обеспечить прозрачность. Поэтому, ну, там должно быть несколько человек на каждом участке, которые действительно могут эту волю контроля проводить. Сегодня, вот, когда мы смотрим на старт этой компании, к сожалению, я, у меня нет таких обнадеживающих, радужных оценок, как вот у моих коллег, которые здесь сидят. Ну, вот смотрите, первая проблема, я уже сейчас ее обозначаю, раз общественное наблюдение мы здесь затронули, схема размещения на наблюдательных участках. Обратите, пожалуйста, на эту проблему внимание, потому что у нас схемы утверждаются таким образом, что наблюдатели могут, ну, не наблюдать в нормальном виде этот процесс. То есть, либо со спины, там, когда человек подходит к урне, либо вообще, ну, невозможно, с учетом того помещения, которое там выбрано, нормально осуществлять процесс наблюдателей. Наблюдение. То есть, с этим надо разбираться. Эта работа, вот я считаю, что вертикаль избирательных комиссий должна здесь отреагировать, проверить эти схемы. Ну, не должно такого быть, мы в ближайшее время эту информацию предоставим. Следующее, это, конечно, смотреть на то, что происходит сегодня с агитацией. То есть, у нас, например, сняли здесь щит, вы знаете, да, заклеили его, когда приезжало здесь первое лицо государства, да, я понимаю, чудес много случается, когда глава государства приезжает в регион, но наш щит с Павлом Грудининым, он был заклеен. Избирательные комиссии не отреагировали, зато охота за нашей газетой, правда, здесь объявлена. Ну, что это происходит? Вот это равенство. Нет, я считаю, что здесь равенства нет, и здесь избиркомы должны, ну, по-другому себя вести, действительно показывать, что это процесс конкурентный, прозрачный. И мы, кстати, тоже сейчас проводим обучение, вот вы сказали об обучении, которым стартовало. У нас приезжают, мы начинаем с территориальных избирательных комиссий, я вот сообщаю, здесь с центральной избирательной комиссии, если это предстоит. У нас в субботу будет уже обучение территориальных избирательных комиссий, в том числе те, кто пойдут совещательным голосом туда. И воскресенье будет по востоку. То есть этот процесс мы тоже начинаем, но пока у меня такое ощущение, пока мы можем рассчитывать только на себя. Вот я посмотрю, что будет с корпусом общественных наблюдателей. Если действительно мы увидим там настоящую подлинную волю обеспечить прозрачность, то, наверное, это будет действительно на пользу. Пока, конечно, мы будем смотреть, как эта инициатива будет реализовываться именно в практику, в результат. Спасибо. Спасибо. Я думаю, Кирилла Николаевича Пономарева попрошу чуть позже дать ответ на эту... Это не проблема даже, это некий тезис, да? Что я посмотрю, насколько. Меня резануло, вы сказали о результате в самом начале, а результат предсказуем. Вы на груди не намекали? Результат чего предсказуем в этой кампании? Хорошо. Я не могу это сказать. Ну, поскольку еще был один такой серьезный момент, он связан с вот этим щитом, который был заклеен, закрыт или не закрыт. Раз уж вы сразу к избирательной комиссии адресовали это, если можно, да, у нас... О чем можно? У нас есть такая возможность, да? Секретарь центральной избирательной комиссии здесь в зале, да, прокомментируйте, пожалуйста. Да, Артем Вячеславович, на ваш вопрос, наверное, не вопрос, даже замечание в адрес избирательной комиссии, позвольте мне комментировать. Действительно, мы в выборной кампании особенно всегда мониторим и социальные сети, и средства массовой информации. Вот как раз в конце января при мониторинге социальных сетей мы сами обнаружили вот этот казус такой курьезный случай, какое-то недоразумение. Нами, наоборот, оперативно было среагировано. Мы тут же позвонили исполнительный комитет управления наружной рекламой информации, потребовав разъяснить, что происходит, разобраться и кратчайшие сроки исправить данные курьезные случаи. Через определенное время, буквально, разобрались действительно наружной рекламой информации, признали свою ошибку, пояснив это тем, что рекламное агентство проводило работы не на своих конструкциях, и поэтому произошла техническая ошибка, которая действительно была тут же устранена. Вы прекрасно все знаете, что действительно недопустимы такие ошибки, конечно, технически допускать, вот в период выборной кампании особенно. Наша основная задача как раз создание равенства прав для всех участников избирательного процесса, но в том числе и для кандидатов и политических партий. Это действительно было, но мы сами оперативно среагировали первые, позвонили исполком разобраться и устранить этот недостаток. Спасибо. Спасибо. Я думаю, комментировать не будем, вы просто примите к сведению. Хорошо? А раз уж я анонсировал Кирилла Николаевича Пономарева, не просто так я это сделал, потому что он является руководителем рабочей группы общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан как раз. И вот в связи с этим то, о чем сейчас говорил Артем Вячеславович, и, кстати, тоже вот он говорил, вот могут ли они стать командой сегодня, эти наблюдатели, что очень важно. Мне очень понравилось высказывание о команде. Ну, еще раз повторюсь, в ноябре 2017 года в общественной палате была создана рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Как сказал Антон Алексеевич, это более широкая сфера деятельности, нежели просто подготовка наблюдателей, которые будут работать в день голосования. И, естественно, вот на мой взгляд, рабочая группа по мониторингу, то есть тут прямая отсылка к реализации закона об основах общественного контроля. То есть мониторинг это не что иное, как реализация вот этого закона и общественная палата, как федеральная, как субъекта, она имеет право осуществлять вот этот мониторинг. То есть мы занимаемся наблюдением за самим процессом предвыборной кампании и так далее. И мне очень понравилось вот высказывание Артема Вячеславовича о том, что нужно создавать команду. Все развивается стремительно. То есть в декабре приняли закон, никак не регламентировано, как должны готовить наблюдатели, чем должна заниматься общественная палата. Что-то мы сами домыслим, что-то мы предлагаем общественной палате Российской Федерации, что-то она делает. Вот буквально недавно на сайте ЦИК появилось некое разъяснение. Вообще, как должны, вот мы даже не знали, какие документы мы будем выдавать своим наблюдателям. Сейчас они все это разъясняются и так далее. И, естественно, наша цель, вот и Анатолий Алексеевич, и меня, и коллег, которые здесь присутствуют, а вот количество присутствующих членов общественной палаты говорит о том, что все члены рабочей группы, а их 17 человек, все заинтересованы в том, чтобы проводить эту работу, потому что большинство пришло на наше мероприятие. Конечно, мы должны подготовить общественных наблюдателей общественной палаты Республики Торстан. Мое убеждение, чем больше наблюдателей на избирательных участках, тем лучше. Пусть будут на каждом участке наблюдатели от общественных партий, пусть будут наблюдатели от кандидатов и от общественной палаты. Мы должны создать команду. Это должны быть люди, заинтересованные в общественном наблюдении. Они должны общаться с нами. Мы будем проводить какие-то мероприятия и не то, что контролировать, но сообща, осуществлять данный процесс. Насколько я могу предположить, дело не ограничится только законом о выборах президента Российской Федерации. Уже идут разговоры о том, чтобы внести вот эти положения, изменения и в остальные законы. То есть я так полагаю, что наша рабочая группа должна функционировать постоянно в общественной палате. Мы должны постоянно работать с общественным наблюдателем. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то переезжает в другое место. Это должна быть определенная команда, как вы сказали, наблюдателей. И второй вопрос. Вот я, честно говоря, не задумывался о том, о чем вы сказали, например, вопрос месторасположения. Но вот это о чем говорит. У нас в общественной палате специалист по избирательному процессу был один, Анатолий Алексеевич. А мы, в общем-то, хоть кто-то политолог, кто-то юрист, но мы, честно говоря, не занимались этим вплотную. И, конечно, вот я сейчас вы сказали, я себе могу поставить заметку, потому что это как раз тот вопрос, за которым мы можем пронаблюдать, как он осуществляется Центральной избирательной комиссией. У нас в рабочую группу входит зампредседатель Центральной избирательной комиссии Республики Торстан. Мы с ним, конечно, советуемся. Но вот такие вопросы, вот эта информация, конечно, нам необходима. Для чего, возможно, мы и осуществляем вот эту вот дискуссию, чтобы нам больше вникнуть в этот процесс и уже своих полномочий у нас, наверное, будет достаточно, чтобы, по крайней мере, разобраться в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Раз уж вы сказали, что хотелось перейти быстрее-быстрее к сессии вопросов-ответов, но вы сказали, вот надо побольше собрать информацию, которая необходима, самое время воспользоваться случаем, что сегодня среди экспертов, среди тех, кто сидит рядом с вами, представители предвыборных штабов самых разных кандидатов. Вот хотелось бы услышать от вас как раз ту самую информацию, которую вы считаете необходимой, значимой и существенной, чтобы сегодня передать в качестве сигнала и тем, кто уже работает, и тем, кто хочет как-то быть вовлечен в этот процесс, кто будет его освещать и так далее. Я первую руку видел где-то, да? Пожалуйста, микрофон только передавайте. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Руслан Зинатулин, руководитель предвыборного штаба Григория Явлинского. Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение и хотел бы сказать, что в принципе мы приветствуем то, чтобы на участках было больше наблюдателей и общественная палата в принципе, я считаю, достаточно правильное решение, если она будет тоже наблюдать и будем надеяться, что наблюдать будет действительно независимо, потому что на участках есть разные наблюдатели. Например, на думских выборах на одном из участков в Московском районе наблюдатели вбрасывали бюллетени, а члены комиссии закрывали камеру бумажками, но они до конца ее не смогли закрыть. И вот кажется, вопиющий факт, да? Но никто, ни полиция, ни прокуратура, ни следствие, ни Центральная избирательная комиссия России, никто не провел проверку по данному факту. Три месяца нам Центральная избирательная комиссия обещала это сделать, провести проверку хотя бы одного избирательного участка, но так и не провела. В итоге прислали письмо, что Зинатулин подал в суд, его проиграл, что мы там будем смотреть. Хотя мы, например, с Ассоциацией наблюдателей Татарстана провели просмотр тех избирательных участков, на которых были камеры, на которых они были установлены так, что можно было увидеть, сколько человек действительно подошли и опустили свои бюллетени. Вот расхождение только в моем округе более 20 тысяч избирателей. То есть вот это только что мы смогли увидеть, потому что часть видеозаписи с участков была непригодна для анализа. Вот хотелось бы, конечно, чтобы не только у нас наблюдатели от общественной палаты, еще от кого-то были, но и власть реагировала на эти нарушения. Потому что это, в общем-то, понятно, что Путин сегодня у нас, наверное, лидер среди кандидатов, но зачем тогда вот фальсифицировать, если он и так все уверен, что он победит. Пусть он победит честно. Вот у нас, к сожалению, последние выборы, ну, я не помню выборов, наверное, при мне, которые были, чтобы они проходили честно. То есть везде, даже там, где кандидаты и так побеждали, все равно добрасывали еще бюллетени. Вот. Кроме того, я считаю, было бы правильным и не только дать такие полномочия общественной палате, но и другим организациям. Есть же, например, Ассоциация «Голос», которая раньше занималась наблюдением. Теперь они занимаются как корреспонденты. Затруднилось вообще направление корреспондентов. То есть если раньше, например, средства массовой информации могли направлять своих внештатных корреспондентов, то сейчас они это сделать не могут. То есть есть определенные законодательные ограничения, что человек должен проработать несколько месяцев в этом средстве массовой информации. То есть с одной стороны мы видим, как государство уменьшает возможности для наблюдения, с другой стороны сейчас вот дали полномочия общественной палате. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, нужно расширять эти полномочия, чтобы любой гражданин даже мог пойти и удостовериться, что выборы прошли честно. Ничего страшного, в этом не будет. Наоборот, это будет играть на руку власти. То есть если люди увидят, что выборы прошли честно, они будут доверять этой власти, они будут ее уважать. И еще такой момент. То есть, как Артем Вячеславович сказал, очень часто у нас наблюдателям не дают возможности проконтролировать какие-то процессы. То есть ставят далеко места для наблюдателей, закрывают спинами. У нас в 99, наверное, процентов не соблюдается процедура сама при подсчете бюллетеней. Это не означает, что фальсифицируют обязательно выборы на этих участках. Иногда просто по незнанию эта комиссия, иногда специально. Там мотивы разные. Но сколько лет уже мы и с Анатолием Алексеевичем это обсуждали, и с предыдущим руководителем Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия говорит, что мы проводим семинары, все им объясняем. Я думаю, что они, скорее всего, объясняют так, как нужно делать. Но почему-то комиссии с года в год нарушают вот эти вот процедуры. И никакой ответственности они за это не несут. — Спасибо. Аплодисменты. Мы же сами попросили, вы со мной согласились, чтобы смогли высказать какие-то пожелания, замечания и какие-то подсказки для тех, кто сейчас начинает работать в качестве наблюдателя. Пожалуйста. Только, конечно, регламент очень неприятное слово, хотя для Госсовета очень родное. И все-таки, ну, две-три минуты. — Зарази, я уж так и понял. Габрахманов Марсин Малитович, доверенное лицо кандидата в президенты Жириновского, Леонид Вольфович. Конечно, мы тут собрались под общественной, как бы, нашим, да, крылом общественного совета. Конечно, все хорошо. Вот они когда говорили тут про команду. Команда, это, конечно, единомышленники. Конечно, у вас там, мы понимаем, что у нас создается общественная палата, там политических партий нет. Конечно, вы должны быть единомышленниками, это само собой. Да, вот политические партии мы тоже там смотрим. Но что я могу сказать? Конечно, эта тема такая очень-не очень. Вот если уж говорить о наблюдателях, конечно, у нас все принимается правильно. И законы принимаются, и вот вы говорите, в декабре приняли, ну, наши, наверное, надеялись, что списка этого тактичного не будет. Может, думают, там что-нибудь. Поэтому, может, они там тянули, тянули, и пока непонятно. Ну, ладно, и список вышел. В общем, этот инструмент наблюдателя, он, конечно, должен быть. Вот я уже политикой занимаюсь где-то 12-13 лет. Поверьте мне, мы, конечно, обманываем себя, и я себя обманываю, и вас обманываю. Вот у нас тут очень много молодежи, они, конечно, дойдут до этого и увидят все это, как есть на самом деле. У нас и в стране, и какие у нас выборы. У нас до выборов еще, конечно, очень-очень далеко. Вот даже как последний экс-руководитель Центральной избирательной комиссии Экзам Самадыч сказал, у нас еще к этой демократии мы еще мелкими-мелкими-мелкими шажочками идем. Так что вот идем. Ну, это все. СМИ есть, это в интервью есть. Я не свои слова беру. Я все время употребляю слова там более таких весомых людей, авторитетных людей и так далее, не от себя. Поэтому все это хорошо. То, что у нас законы принимаются, наблюдатели принимаются, камеры. Вот он тоже говорил то, что последний момент, там еще такие моменты были, вот когда подчет голосов идет и камеры, вот когда видеонаблюдение там закрывается, что-то ломается, компьютер, потому что мы тоже в штабе это все мониторили каждый год. Бац, она зависает и ничего нет, и как раз читает. Ну, все, конечно, понятно. Вот тут уже тоже было сказано. Ну, раз наш президент республика Татарстан после беседы с Владимиром Ильичем Путином сказал, что 80% избирателей Татарстана за него, ну, все понятно. Значит, так и будет. Что тут еще говорить? Команда получена. Все наши товарищи и господа, вообще-то, вы знаете, у нас все хорошие. И Центральная избирательная комиссия у нас все там хорошие, порядочные. У нас вообще все люди хорошие. Вот мы за всех. Но уж так получается, я еще раз говорю, конечно, хотелось бы, чтобы на самом деле эти выборы, и не только эти, и следующие были бы честными. А вот все эти нюансы, как расставляется это, я сам был участником, я знаю, кто это расставляет, как расставляется, чтобы какие-то наблюдатели были там, чтобы полицейский сидел поближе, и их так маленько. Ну, вроде все как бы написано. У нас на заборе тоже много чего написано, поэтому это вроде все как бы делается, но на самом деле получается так, как получается. Так, Артем? Спасибо. Вот, хорошо, хорошо прозвучало. У нас все хорошие. Хотелось бы, чтобы были еще лучше, но ничего толком не получается, что-то... Вот как-то вот трудно определиться. Да, пожалуйста. Бельгильдей Ворушанья, руководитель регионального отделения «Справедливая Россия», координатор по работе с обращениями граждан штаба Владимира Владимировича Путина. Ну, во-первых, приветствую этот закон. К сожалению, я считаю его, и согласна с многими спикерами, поздно очень приняли, поздно механизм сегодня разрабатывается, потому что все мы здесь, особенно парламентские партии, мы понимаем, насколько тяжелый вопрос подбора наблюдателей в участковой комиссии. Республика у нас очень большая, более двух с половиной тысяч участковых комиссий. Это, в общем-то, кадровый вопрос. Независимо от общественной организации, это замечательно, но они не привыкли участвовать в политических процессах, и поэтому есть определенные сложности. И в этом аспекте, наверное, мы готовы, я думаю, вы готовы помочь, если нужно, необходимо передать свой опыт какой-то по подбору наблюдений, на что наблюдателям нужно обратить внимание, мы в этом плане можете на нас рассчитывать. Здесь, по-моему, вы, Марсель Маликович, сказали об обучении, которое проводила Центральная избирательная комиссия. Вот наши представители присутствуют во всех территориальных избирательных комиссиях, в участковых комиссиях 1581 человек с правом решающего голоса. Я хочу сказать про обучение, проводимое Центральной избирательной комиссией нашей республики. Мои лично соратники, коллеги остались очень довольными, они получили знания, и по итогам они тестировались, и, в общем-то, набрали неплохие результаты, 90 и более процентов. Я считаю, что... Нет, я про обучение. Я хочу сказать, то обучение, которое проводится Центральная избирательная комиссия, оно на самом деле на хорошем очень уровне. А нам, парламентским партиям, нужно, необходимо побольше проводить обучение. И к вам, мужчинам, я каждый раз обращаюсь перед каждыми выборами. Давайте объединимся в плане работы наших членов участковых избирательных комиссий. Но вы каждый раз не объединяетесь. Тогда была бы единая команда, и тогда бы были наши выборы действительно, ну то, что мы получили, то получили. Это вот следующее мое, то, что я хотела сказать. И еще я хотела сказать о том, что да, формируется гражданское общество, согласно с Марселем Маликовичем, что нам до полной... хочется, чтобы у нас проводились именно демократичные выборы, чтобы люди почувствовали, чтобы люди почувствовали, что действительно кандидат прошел. Но, к сожалению, пока мы на пути. Но то, что уже сегодня собрались, огромное спасибо, потому что 18 марта — это очень важная дата для нашей страны и для всей международной общественности. И очень важно, на каком уровне мы эти выборы проведем. Это день голосования. Весь мир будет устремлен на нас. И очень важно, чтобы наши наблюдатели, наши представители, всех кандидатов не устраивали по ненужным причинам какие-то конфликтные ситуации на избирательных участках, а именно помогали провести этот день голосования на достойном уровне. — Спасибо. Вы сказали, что мужчины не объединяются. Это они как мужчины не объединяются или как представители партии своих не хотят ни в какую? — Я просто... — А, насчет команды. — Да, конечно. — Ну, наверное, про эти выборы вообще сложно говорить, потому что, ну, я думаю, что как раз «Праведливая Россия» уже объединилась. А вопрос на самом взаимодействии межпартийного, он имеет, к сожалению, плохую историю у нас с предыдущей. Я вот напомню здесь представителям «Справедливой России» ЛДПР, что в 2014 году мы пытались, именно как КПРФ там выступила инициатором, объединить усилия по контролю. — Ну, прошло столько лет. — Ну, не, ну... — Кто старый поменял? — Лошеня Гавдулахатана обещала, но не приехала на мероприятие и не подписала, значит, это соглашение. А ЛДПР, тогда был другой представитель, он говорил, «Я еду», а потом позвонил, говорит, «А я сейчас оказался в командировке в районах вдруг, пока ехал к нам». Вот только «Яблоко» и там ряд непарламентских партий туда подписали. Поэтому, ну, призывать хорошо, но, к сожалению, практика, она опровергает эти призывы. — Ну, это не только к этим партиям, наверное, вопрос, потому что у партии с названием «коммунистическая» тоже есть вопросы с объединением, там тоже не всегда идут навстречу друг другу. У вас есть что добавить, конечно. — Во-первых, интересный, хороший такой тон этой дискуссии, уже такие были интересные замечания и спорные моменты. Я просто, ну, хотел тоже как-то включиться в эту дискуссию. Значит, вот, во-первых, относительно замечаний моего коллеги, ну, во-первых, то, что ассоциация «Гражданский контроль» равно удалена от всех кандидатов, абсолютно, так сказать, мы никого не лоббируем, и для нас важны все, больше поэтов хороших и разных. Но, тем не менее, значит, вот не могу не согласиться с рядом позиций. А позиции относительно, во-первых, того, вы сказали, что меняются правила игры, меняется законодательство. В то же время вы, так сказать, вот одобрили практически все нововведения и камеры, и наблюдатели, и так далее. Есть, безусловно, проблемные моменты, мы об этом говорим. Вот я, например, сторонник совершенствования процедуры муниципального фильтра, но это вот относится, так сказать, не к президентским выборам, но, тем не менее, это тоже такое проблемное узкое место избирательных кампаний. Я активный сторонник прямых выборов губернаторов и мэров, и глав муниципальных образований. Считаю, что нужно расширить список субъектов общественного контроля на выборах. Не только это могли бы быть общественные палаты, но и уполномоченные по правам человека, и федеральные, региональные. Кстати, вот уполномоченные по правам человека не имеют по закону права присутствовать на избирательном участке. Другое дело, что это уважаемые люди, их, конечно, никто, так сказать, не выставит, но если формально подходить, у них такого права нет. А это важный тоже институт нашего гражданского общества. Кроме того, мы говорили о том, что и советы по правам человека, и федеральные, и при главах субъектов, также могли бы выдвигать в будущем своих представителей. Но давайте посмотрим, как сработает именно сейчас институт общественных палат. Относительно этого инцидента с счетом одного из кандидатов, мы, кстати, занимались, и вот Кирилл Николаевич не даст соврать, что ему специально мы звонили из Москвы, наводили справки, обращали внимание и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, но здесь надо проверять все версии при всем уважении к вашему кандидату и штабу, а почему бы не проверить версию, а может быть, это кто-то из провокаторов заклеил, а может быть, это сам штаб заклеил для того, чтобы привлечь к себе внимание. Уж если быть объективными, то следствие проверяет все версии. Вот, что еще хотелось сказать? Вот, коллега говорил по поводу вот этих скандальных московских выборов. Безусловно, информирование абсолютно не велось, явка была никакая. И то, что, значит, ну, во-первых, результат, вот тоже говорилось о предсказуемости результатов на наших выборах. Но давайте посмотрим, да, вот у нас в Иркутске был весьма непредсказуемый результат, когда представитель КПРФ возглавил регион, или ЛДПР, представитель этой партии в Смоленской области является губернатором, или то, что в парламенте Красноярска сейчас большая фракция патриотов России, да, мы не можем сказать, что везде все под одну гребенку. Да, безусловно, ну, есть, так сказать, партия власти, как ее называют, которая, ну, иногда приписывает себе, да, заслуги, так сказать, органов власти, но тем не менее, вот, чтобы везде присутствовали только представители этой партии, я об этом сказать не могу. Вот, и, наконец, последнее я хочу сказать, что, во-первых, о преследовании газеты тоже поднимался вопрос, мы этим занимались, тоже в разные регионы звонили, наводили справки, но есть, по крайней мере, заключение ЦИК России, есть решение избирательных комиссий ряда других регионов, они рассматривают это как агитационный материал, который выпущен с рядом нарушений. Если штаб не согласен, может обжаловать, и я знаю, что он обжалует это в судебных инстанциях. И последнее, вот, по поводу направлений СМИ. Вот, я все-таки считаю, что вот этот инструмент должен был быть регламентирован, потому что вот эту возможность представлять СМИ использовали все, кому не лень, даже не журналисты, а весьма случайные люди, которые просто создавали криминальные инциденты на избирательных участках. Вот сейчас решили дотребовать подтверждение трудового стажа и статуса вот этого человека, который направлен от СМИ. Наверное, что-то здесь не так, наверное, что-то здесь слишком жестко, но, тем не менее, давать возможность всем с улицы заходить на избирательный участок от СМИ, как представитель СМИ, это тоже не совсем правильно. Спасибо. Спасибо. Вот так мы плавно немножко переходим к тому состоянию, когда уже начинают даваться ответы на поставленные вопросы или, во всяком случае, обозначенные проблемы. Если еще что сказать, давайте сигнал, вот микрофон рядом, давайте все-таки с этим, вот этот щит, да, закроем еще одну версию. Вы сами не заклеивали его, точно? По-моему, очевидно, просто... Микрофон, если можно, микрофон, вот. Я такой юмор, конечно, ценю, да, но вот это как раз показывает то, как у нас работает система, да, то есть вы говорите, что нарушение, говорит, а это вы сами сделали, это ваша провокация. То есть, а то, что у нас избиратели невидимые голосовали на выборах в Казани, которые на камеры не фиксировались. Проще скажите, мы не заклеиваем. Да, это тоже провокация. Ну, просто давайте, или мы разбираемся в проблемах, или мы будем называть все это провокацией. А зачем общественное наблюдение? Спасибо. А партия Бориса Титова, нет никаких мыслей, если можно, чтобы была полнота, некоторый, да, срез настроений, мнений? Здравствуйте, меня зовут Александра Юманова, я представляю избирательный штаб, предвыборный штаб кандидата Титова Бориса Юрьевича. У меня есть мнение, мне кажется, что мы сейчас беседуем, но к теме мы не приблизились. То есть наша тема, как гражданское общество сможет контролировать выборы президента России. Мы говорим о том, что щит груди не назаклеили, мы говорим, что у нас нарушение на выборах, да, но собравшись здесь, мы пытаемся как раз и воспрепятствовать этому. Может быть, мое мнение пока наивно, мы не парламентская партия, я начинающий политик, надеюсь, все будет успешно. И мое мнение, что надо больше привлекать, ну, в соответствии с этим законом, снова мы можем привлекать общественные организации, вообще популяризировать этот гражданский долг. Это же можно и так позиционировать, да, что стать наблюдателем – это почетно, тебе окажут доверие, ты сможешь контролировать любые выборы, да, если это перейдет с президентских выборов на все уровни выборов. Вот, мне кажется, вот этот вопрос, который надо обсуждать, как повысить в обществе интерес к выборам и к тому, чтобы стать наблюдателем. Вот, и тогда у нас прекратятся такие нарушения, как заклеивание щитов, подкидывание бюллетеней и заклеивание бумажками камер. Пока так. Спасибо. Услышано. Да, пожалуйста, вот сюда микрофон еще передайте. Можно мне еще сказать? Ну, хорошо. Только коротко, да, чтобы мы дальше не будем. Анатолий Алексеевич, по-моему, при своем выступлении сказал о том, что общественная палата будет мониторить не только день голосования, но и непосредственно саму избирательную кампанию. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что если вся избирательная кампания ведется с тем, что одним кандидатам противодействует, а другим, наоборот, создают хорошие условия, то можно и не наблюдать потом вообще непосредственно за самим голосованием. То есть, например, в Казани оппозиционным партиям и не только партиям не даются места для проведения даже не пикетов и митингов, вот в полном смысле этого слова, а даже вот при раздаче агитационных материалов с использованием так называемых кубов конструкций сборно-разборных. То есть, если раньше эти конструкции можно было ставить, то теперь законодательно это отнесено уже к пикету, даже если там стоит один человек. И получить нормальные места в центре города, и иногда даже не в центре города, а у исполкома Казани невозможно. То есть нам предлагают агитировать людей исключительно в парках, где-то на окраинах, там в поселках Юдина, еще где-то. Как в этой ситуации мы можем агитировать? Фактически, ну никак, публично. То есть можем только по ящикам почтовым раскидывать. Я обращался к экзаму Саматовичу, еще вот предыдущему, руководителю Центральной избирательной комиссии, он говорит, ну это не совсем избирательный вопрос, это вопрос митингов, пикетов, это вот исполком, мы тут, конечно, чем постараемся что-то сделать, но вот не получилось. И сейчас этот вопрос опять, я уверен, станет. То есть мне бы хотелось, чтобы общественная палата тоже обратила на это внимание, потому что мы подаем даже вот 20-30 мест. И нам говорят, вы знаете, они все вот за час до вас пришли и заняли там организации, вплоть до того, что вся улица Баумана занята от начала до конца там каким-то общественным объединением, которое там якобы что-то будет проводить, хотя там на самом деле ничего не проводится. То есть мы это расценим просто как противодействие в избирательной кампании со стороны исполкома города Казани. Спасибо. Это и суждение вопроса, я так понимаю, Анатолий Алексеевич, так вот как гражданское общество может, скажем, вот такие проблемы, которые возникают в ходе избирательного процесса вмешиваться или не может? Ну для этого и вот принят был этот закон, для того, чтобы попытаться минимизировать вот такие случаи, о которых вы говорите. Такие случаи были и есть, и, наверное, еще будут, к большому сожалению. Значит, одна из главных причин, я сейчас крамольную мысль выскажу, но теперь мне позволительно говорить, поскольку уже на пенсии нахожусь, хотя я возглавляю общественную палату. Вы знаете, многие проблемы, вот особенно такие мелкие, значит, на избирательных участках, мессы и так далее, они происходят, на мой взгляд, из-за того, что неравновеликие кандидаты борются за этот высокий пост. Вот для меня вот то количество и качественный состав кандидатов, он меня лично не устраивает. Я откровенно хочу сказать. Я бы хотел видеть среди кандидатов губернаторов, я бы хотел видеть министров, я бы хотел видеть людей, которые сделали в этой жизни достаточно много крупных хозяйственных руководителей. Ну, один, правда, есть. Поэтому вот когда такая борьба идет, она идет не за доли процента и не за процента, а у нас же, мы знаем, какие разрывы между кандидатами бывают, во всяком случае, после последних годов. То есть вопрос о Центральной избирательной комиссии России, да и мы в свое время, огромные средства тратили и тратятся на видеонаблюдение, на всевозможные технические вещи. Конечно, это хорошо, конечно, это, так сказать, снижает, но это не решение проблемы. И вот когда я начал говорить о том, что надо весь процесс смотреть избирательный, даже до начала избирательной кампании, кого бы мы хотели видеть среди соискателей, да, вот этот важнейший момент. И если бы были, ну, более-менее равновеликие соперники, тогда вот таких вещей, я думаю, бы почти не происходило, мое, значит, это мнение. Но о том, что общественная палата или как институт гражданского общества должны выглядеть, я не сомневаюсь в этом, что мы на верном пути идем, на верном пути находимся в этой части, потому что другого пути нет, другого пути нет. Иначе политические партии, кандидаты будут бороться между собой, значит, свои амбиции реализовывать. А общество, возможно, не удовлетворено вот этой борьбой, которую мы видим. Возможно, и так. И наша задача вот на этом этапе, на этом этапе, в конце марта, точнее, ближе, туда, 20 числа сказать, вот с чего я начал. Да, мы верим, что на этом историческом отрезке времени кандидаты, которые выставили свои кандидатуры, прошли этот путь, значит, никому не чинилось препятствия. Вот те результаты, которые они получили, они их вполне заслуживают в соответствии со своей весовой категорией, я бы так сказал, если использовать спортивную терминологию. Спасибо. Спасибо. Да, уже действительно, это крамольная мысль. Хотел бы я увидеть федерального министра, который выставился. Да, да, да. Может быть, политологи нам что-то скажут, потому что это политическая система. Уже была просьба высказаться, пожалуйста. Я уже микрофон передал даже. Тимур Какоха, беспартийный координатор корпуса наблюдателей за чистые выборы в республике Татарстан. Я бы хотел также ответить на данный вопрос, как гражданское общество сможет контролировать выборы президента России. На сегодняшний день мы готовим также наблюдателей, наблюдателей юристов, и порядка 600 юристов мы сегодня уже подготовили к выборам президента России. Более того, этот положительный опыт, он виден у моих коллег, которые пару лет назад также участвовали в качестве наблюдателей. Они уже на сегодняшний день идут на выборы уже не в качестве наблюдателей, а в качестве кандидатов муниципалитеты избираются. Я не говорю, что они там побеждают, занимают вторые и третьи места, но это уже ощутимый результат. То есть нужно привлекать молодежь среди юристов для того, чтобы мы могли опробировать свои знания и навыки, а также поучаствовать в последующих кампаниях. Спасибо. Политические партии услугами ваших молодых юристов пользуются? Или вы своих там готовите, вы своих. И вот так вот. Из мужчин опять никто не может объединиться. Бывает, да, из кандидатов, из ребят у меня подходит, спрашивает, вот меня пригласили в партии КПРФ, Справедливая Россия. Я говорю, это ваш выбор. Если вы хотите идти наблюдатели от политических партий, это ваше право. Если же вы хотите идти от корпуса, то мы как бы не ангажированы, не представляем ту или иную политическую партию. Вы можете просто поучаствовать в качестве наблюдателей именно от нас. Спасибо. У вас что-то смещает? Мне кажется, просто показателем результата работы, организации служат результаты. То есть какие у вас зафиксированы нарушения, что вы зафиксировали, где эта информация. То есть я как понимаю, я пока, мое восприятие, может быть, вы меня разубедите на этих выборах, что ваша задача показать, что все прошло идеально, даже если это не так. Вот и все. Поэтому мы, конечно, работаем с отдельными, значит, с твердой гражданской позицией людьми, но вот так с организациями это вопрос, он требует очень большой осторожности. Как-то так двусмысленно прозвучало. То есть вы работаете только с теми юристами, задачу, которым ставите, найти его, чтобы то не стало, нарушение. Нет, ну послушайте, если вам говорят, что у нас массово камеры засвидетельствовали несовпадение явки в Казани, а юристы нам говорят, что все прекрасно, значит, ну как не сказали. А где тогда ваши результаты, работы? Спасибо, понятно. Еще было, давайте в качестве реплики вот в первом ряду, да, вы хотели что-то сказать, да? Нет? Ошибся. Тогда пожалуйста. Паньбухин Валентин Борисович, председатель комиссии общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Ну, вообще, современное избирательное право, оно российское, существует в принципе где-то 25-26 лет. И вот, говоря о наблюдателях, можно сказать, что желающих понаблюдать всегда было, но была всегда проблема формирования корпуса наблюдателей независимых, нейтральных. Мы сегодня, в принципе, как раз и говорим о корпусе наблюдателей этого вида, можно сказать, независимых, нейтральных. И вот, наверное, вот то, что вот Тимур Кокох сегодня говорил о корпусе наблюдателей, в принципе, он уже работает с 2012 года, принимает активное участие, по итогам наблюдений всегда дает информацию и в средствах массовой информации, то, что говорит Артем, нет результатов, это, конечно, передергивание, я бы сказал, фактов. Народ информируется по этим. И сегодня, когда мы говорим о том, что вот о корпусе наблюдателей, вообще, о гражданском обществе, сможет ли она контролировать выборы, я думаю, что постановка вопроса, сегодняшняя обсуждаемая тема, она очень своевременна. И сегодня вот как раз стоит проблема, вопрос, чтобы независимые наблюдатели прошли обучение, чтобы они могли нормально провести процедуру наблюдений. Как я уже сказал, что наблюдатели, они разные. Кто-то приходит уже изначально, воспринимает негативно как бы уже сам процесс голосования, приходит с мыслью мешать, толкаться, мешать избирательной комиссии участковой или территориальной в работе. Нам надо именно сформировать такой корпус, который был бы он и профессиональный, и знающий, что им делать. Спасибо. Вот я как раз к вам и хотел обратиться, вы, наверное, есть что сказать, ответить, но еще вот возникает вопрос, чтобы они прошли сейчас вот обучение. Успеют ли, пока будут учиться, наступят следующие выборы. Вот сколь сложен этот процесс вхождения в компетенции наблюдателя? Ну, вы знаете, я честно скажу, сторонник принципа лучше-меньше-да-лучше. Вот я-то был как раз изначально сторонником того, что уж лучше подготовить там сто наблюдателей от общественников, но очень добросовестных, грамотных, с опытом и так далее. Но у нас палаты взяли амбициозные такие планы и хотят, так сказать, закрыть все участки, где-то там по два человека и какой-то резерв и так далее. Да, вот, ну, это как бы на их ответственности. Вот, я к тому, что сейчас очень важная тема затронута, именно критерии оценки со стороны наблюдателей, оценки самих наблюдателей. Действительно, они разные бывают, да, и вот сейчас приедут там наблюдатели от ОБСЕ, я уверен, там, что полгода назад уже отчет-то подготовлен, что выборы там плохие, нелегитимные, там, и все это уже где-то там лежит, так сказать, под сукном в какой-то далекой, так сказать, стране. Вот, с другой стороны, как именно не ошибиться, да, и объективно оценить ситуацию. Вот здесь не прозвучало важное такое обстоятельство, о котором я скажу, что институтами гражданского общества разработан золотой стандарт наблюдателя, да, это и общественная палата России участвовала в этом, и наша ассоциация гражданских контролей, в итоге это одобрено ЦИК России, то есть там, значит, вот несколько страничек, и все критерии, то есть готовность участка, там, состояние ящиков для голосования, местоположение наблюдателей, возможность фото-видеосъемки, присутствия при голосовании на дому и так далее. Вот я думаю, что и общественная палата уже получила вот эти все стандарты, я думаю, надо их как-то напечатать, показать, как именно наблюдатели будут, по каким принципам это все оценивать. вот, и несколько лет назад один из телеканалов показал обучение наблюдателей, там, в том числе с участием там и зарубежных тренеров, там шла изначально установка, значит, на любом участке есть нарушение, вам осталось только, значит, его обнародовать и так далее, то есть идет установка на конфликт наблюдателя с избирательной комиссией, а мы сторонники того, чтобы оценивать ситуацию по реальным фактам и в случае обнаружения проблемы подкреплять ее фото-видеосъемкой там и так далее и другими документами. Поэтому не может быть плохих, хороших наблюдателей, есть факты нарушений и они должны быть подкреплены. Вот мы исходим из этих принципов. Спасибо. Я вот вижу сейчас секунду, да, на изготове здесь микрофон, здесь микрофон. Как сказал Анатолий Алексеевич, хочется еще послушать и политологов, да, но и СМИ не простят мне, да, если не будет возможности. Или простите. Простим. Ну, если что, давайте знать. Тогда, пожалуйста. короткий вопрос, вот смотрите, то есть мы должны тоже для себя определить, вот вы мне объясните, что такое установка на конфликт, потому что, если, например, наблюдатель требует или простейшую вещь, показывать, за кого бюллетень, когда этот подсчет, вот это установка на конфликт или нет, потому что это вызывает в комиссии самый настоящий конфликт, вот представляете, если просят просто показывать, законодательство, где прописаны права и обязанности наблюдателя, если наблюдатель требует показать протокол, предоставить место для фото-видеосъемки, разъяснить еще что-то, какие-то проблемные вещи, абсолютно это никакого нет конфликта, просто требование для соблюдения законности. Но если наблюдатели начинают вмешиваться в работу комиссии, если сами принимают участие в агитации или нарушают тайну для голосования или еще какие-то вещи, не предусмотренные законом, это значит прямое нарушение законодательства. Бывают случаи, когда наблюдатели просто начинают выводить комиссию из равновесия какими-то вопросами, которые не относятся к их компетенции. Поэтому мы за то, чтобы наблюдатели были предельно корректными, предельно соблюдали нормы законодательства, в то же время требовали соблюдения законности. Вот как бы такая диалектика. Ну для диалектики и члены комиссии, пускай они выходят из равновесия тоже, да, уж пускай да, пожалуйста. Я вот тоже хотел бы начать с последнего выступления. Вот именно мы правильно, мы полностью поддерживаем вас, что наблюдатели, они должны соблюдать закон, да, и там не провоцировать. Это просто Артем Вячеславович с командой начал, вот, наверное, поэтому пошло. Команда должна быть и намышленником, но наблюдатели должны быть все одинаковые. А как роботы голосовать, как сказали, наверное, вот как бы слово к этому идет. Команда, поэтому каждый наблюдатель политических партий, у них как бы мы должны их тоже обучить, чтобы соблюдали законы и отставили интересы опять же закона. Тут я еще хотел бы поправить Анатолия Алексеевича, но мне просто стало обидно, когда он сказал, что я вот на сегодняшний день из кандидатов не вижу никого, а за последние 300 лет у нас вообще-то выборы были кого-нибудь. Вот скажите, всех как бы назначают, назначают и назначают, но это так на всякий случай. Поэтому если бы назначили и был бы министр, вот Улюкаев выйдет и как раз пойдет с опытом, будет искать дно опять Российской Федерации, там я не знаю сколько лет. Просто я хочу сказать, ну уж нельзя как бы так же опять говорить. Вот обманывать, я еще раз говорю, себя и людей не надо. Надо говорить так, как есть. Конечно, у нас есть закон, мы его соблюдаем, но по крайней мере или промолчите, или лучше по закону. Еще что? А так мы полностью, полностью поддерживаем наблюдателей. Вы в следующий раз Улюкаеву выдвинете, что ли? А не Шередовского? У вас очень оптимистично по отношению к Улюкаеву все прозвучало. Вот Улюкаев вышел. Еще нет. Пока нет. Еще не вышел, пожалуйста. Понятно? И не вышел, пожалуйста. Микрофон. Можно? Да, конечно. Уважаемые коллеги, спасибо за предоставленное слово, но у меня такая двойственная сегодня позиция. С одной стороны, я доктор политических наук, с другой стороны, я возглавляю кафедру конфликтологии. Поэтому и то, и другое сегодня присутствует на нашей встрече, этот момент очень интересный. Но, во-первых, в защиту различных членов, различных избирательных комиссий, независимо от того, какой они партийной принадлежности, или вообще никакой партии не относятся, могу сказать, что люди испытывают процесс эмоционального выгорания при общении с нашими партийцами. И вот мы работаем очень часто членами и нашего ЦИКа, и городская комиссия к нам обращалась, потому что люди хватаются за голову и говорят, это очень тяжелый процесс. Поэтому мы же сегодня все вещи вытаскиваем, на это тоже нужно обратить внимание. Но я далеко от мысли, наверное, нужны такие тренинги и для представителей партии, для представителей общественной организации, тем более, если они ставят перед собой политические цели. Что же касается, собственно, политических задач, которые сегодня ставились, я бы отметил только, наверное, две вещи. Во-первых, где нам взять самых этих независимых наблюдателей, которые были вообще ни от чего независимые. Я очень часто участвую в различных конференциях и так далее, приезжает кто-нибудь, представляет какой-то город российский, написано, «независимый политолог». Я все время говорю, что я зависимый. Вот, например, мы находимся в Казанском федеральном университете, безусловно, я зависим от КФУ. Я не знаю, кто такие независимые, вот эти вот люди. Теперь, опять же, посмотрите, вот есть такой человек, как медиатор. Он должен быть независимым, иначе к нему люди не пойдут, потому что они от него ищут правды. А в политике это очень сложно, это практически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, то, что дали еще один элемент демократически, это сделано в законодательстве, закреплено нашим, это хорошо. Дальше, момент практической реализации. Боюсь, что здесь будет очень много сложностей, их можно предвидеть. И 59 тысяч ночучастков, если я не ошибаюсь, вот то, что я там, Анатолий Алексеевич, еще услышал, да, 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 проконтролировать полностью, да еще без проблем, ну, наверное, этого не получится, да, то есть, вот на это тоже нужно обратить внимание. Поэтому, все дело в том, чтобы мы это совершенствовали, будут ли партии взаимодействовать между собой, это проблемы политических партий, вот, и какие из них будут взаимодействовать, да, здесь мы видим и парламентские партии, это, пока партийная система, к сожалению, очень слабенькая, мы вот видим на этих выборах, конечно, где-то, ну, две партии, да, парламентских, выдвинули своих кандидатов, да, остальные пошли по другому пути, вот, но это же показатели определенные, да, если мы будем брать не парламентские партии, да, то, соответственно, здесь результаты еще хуже, вот, ну, и, значит, еще один момент, наверное, последний, тоже политический, вот, компания специфичная, я ни разу не видел, чтобы в этой компании, в компании президента у нас, да, превалировал внешний фактор, вот, и это, на это надо обращать внимание, это очень серьезно, и я думаю, что, значит, ну, прежде всего, когда люди будут делать свой выбор, они будут обращать внимание на остроту политического момента, и о том, в каком состоянии находится Россия, вот, ну, говорить в конкретных фамилиях, я, наверное, не буду, да, чтобы это, не дай бог, не сочли там за агитацию, и так далее, и так далее, спасибо за внимание. Спасибо. Еще раз, уважаемые коллеги средств массовой информации, есть ли у вас вопросы, желание уточнить, что-то детализировать, пожалуйста, вот, передайте, пожалуйста, микрофон, было бы просто удивительно, если бы один из главных участников этого процесса, большого действия выбора, да, не задавал вопросы, я имею в виду средства массовой информации, секунду, вопрос, Пожалуйста, Вадим Ищеряков, это Леарея, у меня вопрос, собственно, вот в чем, мы уже полтора часа обсуждаем, как вы все будете наблюдать за выборами, вопрос у меня в другом, первый, на этих выборах, две трети избирательных участков Татарстана не будут оснащены камерами, и я прекрасно знаю, что это решение на Центральной избирательной комиссии России, но тем не менее, не считаете ли вы, что в тех районах и небольших поселках и деревнях, где будут проходить выборы, там, собственно, будет отсутствовать наблюдение как таковое, я имею в виду, там редко бывают какие-то реальные наблюдатели, и там можно ожидать большие какие-либо фальсификации, и второй вопрос, наверное, все-таки мнение узнать, вот, когда Руслан Зинатольев, здесь присутствующий, подавал иск в суд, по поводу признания выборов незаконными на одном из округов, в суд просто не принял все эти видеозаписи, которые ЦИК ему, собственный выдал. Внимание, вопрос, зачем нам тогда камеры, если в суд их просто не принимают? Спасибо. Так, теперь остался вопрос. Кто может ответить на эти два вопроса? Пожалуйста. Как бы не зная всей местной специфики, где здесь не принимали записи камер, если заявители к нам обратятся, мы готовы эту тему исследовать и обратить внимание, следственных органов и судебной власти, потому что есть как бы специальные разъяснения Верховного Суда относительно того, что видеоматериалы обязательно должны рассматриваться в ходе судебных слушаний. Относительно видеонаблюдений. Да, значит, не все участки, ну, я не знаю, сколько именно в Татарстане, не будут охвачены, но наблюдатели имеют возможность вести фото-видеосъемку. Я бы посоветовал коллегам из Татарстана воспользоваться опытом свердловских коллег, которые разработали программу мобильное приложение к телефонам «Общественный патруль», которая позволяет вести видеосъемку и, значит, направлять эти материалы на централизованный сайт, который их выкладывает и осуществляет трансляцию. То есть, возможно, вот это будет именно той компенсацией, значит, тех участков, где нет видеонаблюдения. Относительно, значит, вот еще судебной власти, вот что хотел сказать. Значит, в день голосования должны работать дежурные судьи, которые будут принимать обращения во всех населенных пунктах и советовал бы коллегам из Общественной палаты Республики Татарстан встретиться с руководством Верховного суда Республики с тем, чтобы убедиться в том, что эти меры будут предприниматься. И еще вот как бы один совет постороннего, по классику, что, значит, не все наблюдатели выйдут на участки, те, кто имеет опыт подобного наблюдения в прежние годы. Возможно, в большинстве случаев это будут люди, которые выйдут впервые. И при всем обилии занятий, интенсивности занятий, там, методичек, возможно, у людей будут возникать вопросы, как правильно оценить то или иное действие комиссии, либо там, других наблюдателей, либо участников процесса. Вот мы рекомендуем со своей стороны горячие линии для самих наблюдателей, чтобы юристы, практики, правоведы были на этом телефоне и наблюдатель в случае каких-то вопросов мог позвонить и посоветоваться, как объективно в соответствии с законом реагировать, как написать обращение в участковую или территориальную комиссию о какой-то проблемной ситуации. Спасибо. И еще вопрос, да? Пожалуйста. Да, у меня вопрос к участникам дискуссии, к партийцам, к экспертам. Думаю, в экспертной сфере давно уже в общем сложилось, что Татарстан это один из регионов электоральной аномалии, то есть к ним относятся Мордовия, Чечня, другие северокавказские. То есть очень высокая явка, очень высокий процент за кандидата. При этом, как мы видели, камера показывает, что реальная явка может быть в полтора, в два раза ниже. Согласны ли вы с тем, что в Татарстане нечестные выборы или чем вы тогда можете объяснить, что у Татарстана такая репутация электоральная, если не согласны? Спасибо. Такой глобальный вопрос. Если можно, коротко, да? Но если я за свою предыдущую деятельность могу сказать, что это частное мнение, сложилось у вас или у ваших коллег в этой части про Татарстан, такого не было, нет и не будет. Я в этом уверен абсолютно. Другое дело, что иногда говорят, вот почему Кавказские республики или Восточные республики. Отношение к власти культурно, это в менталитете несколько иное. И поэтому, когда старейшин в ауле, допустим, на Кавказе говорит, что я вот буду голосовать за это, понятно, что как проголосует молодежь. то это тоже надо знать немножечко. Поэтому это разные вещи. А относительно, так сказать, нечестности Тарстана, но это вы некорректно задаете вопрос. Вот за все предыдущие 12,5 лет я гарантирую, что все было честно. Спасибо. У вас тоже было что-то сказать? Или уже нет? Я считаю, что, конечно, специфика у национальных республик, безусловно, имеется. И, например, с той же явкой я вот искренне тоже думал всегда, что действительно явка, она выше благодаря каким-то культурным особенностям. Но когда я увидел на видеокамерах, что есть расхождение с тем, сколько подошло к курным, зафиксировано на камеру, а в протоколе другие цифры, то у меня, честно говоря, действительно уже это представление разрушилось. Понимаете? То есть здесь объяснить, ведь этим вы не объясните, как избиратели стали невидимыми, которые клали бюллетени в урну. Понимаете? То есть легко сказать, объяснить все культурными особенностями раньше было. А когда уже это зафиксировано на видео, я думаю, что здесь надо разбираться более серьезно и действительно усиливать контроль. И я надеюсь, что вот это общественное наблюдение не окажется просто таким проектом красивым, чтобы мы здесь собрались, СМИ об этом сказали и так далее. А что это действительно привнесет в наш регион прозрачность, ту, которой нашим регионам не хватает. Как красиво, дипломатично, потому что задача сложная. избранный депутат должен сказать, что не все честно избирается. При этом не навести на себя никаких подозрений. Пожалуйста. Я не буду говорить за Чечню и другие республики, потому что недостаточно хорошо их знаю, но на мой взгляд спецификой Татарстана являются следующие. У нас достаточно развиты отношения солидаризма и зачастую наши сограждане рассматривают Татарстан как общую корпорацию. То есть люди связаны между собой, они имеют общие интересы, они следуют лидерам, следуют, ну как бы сказать, в какой-то степени здравому смыслу, исходят из интересов республики, сообщества в целом. Здесь не буду тоже я спаривать те реплики, которые были с определенными сомнениями, но такой подход тоже имеет место быть. Я как исследователь, как человек, который достаточно долго занимается общественной деятельностью, прихожу к мнению, что наши сограждане обмениваются впечатлением между собой, мнениями. Не скажу, что это согласованное голосование, но оно в значительной степени является продуманным. Спасибо. Спасибо. И давайте еще коротко мнение. Я думаю, мое мнение так понятно. Я бы хотел процитировать нашего президента. Он очень честный человек. Он что думает, то и говорит. И осенью прошлого года на госсовете, когда прокуратура проверяла директоров школ на соответствии законодательства, тогда был вопрос по языку, он сказал прокурору, зачем вы дергаете директоров школ, мне с ними через несколько месяцев нужно организовывать выборы президента. То есть не избирательной комиссии, а президенту с директорами школ. Я думаю, тут излишне что-то добавлять. Я не очень услышал здесь криминалы, организационные вещи. Я тоже хотел ответить молодому человеку, который, во-первых, я тебе скажу честно, надо потерпеть еще лет 12-15, когда искусственный интеллект подойдет, некоторые отпадут, это насчет выборов, честных выборов и когда мы к этому придем. А насчет национальных республик, корпораций, да, правильно, опять же, это потому, что у нас, во-первых, люди все зависимы. Если человек теряет работу, он должен идти на биржу труда за 5 тысяч рублей, так, если в течение двух недель соберет все бумаги, получает 4-300, это не проживешь. Поэтому у нас все зависимы и не знают, куда идти. И поэтому еще раз говорю, давайте говорить честно и никого не обманывать. Конечно, Владимир Владимирович Путин, он достойный. Товарищ, который в 99-м году вдруг откуда ни возьмись взялся, потом себя проявил на два срока и обалденно проявил. Ну, пора, надо было ставить жирную точку. Он уже больше прежнего, Леонид Ильича уже у власти у нас. Поэтому, а дальше и внешняя политика у нас все хорошо, и мы все гордимся нашей страной, но уровень населения падает, до сих пор все падает, экономика падает, все бултыхается. Это все говорят СМИ, интернет-издания, Артем Вячеславович, вот там, там их в госсовете два человека, у нас 70 партий, а там только сколько у нас, три партии, да, вот 70, и в Госдуме у нас только 4, никого нет. Ну еще общественная организация у нас там 200-300, которые ничего не решают. Вот и все. Ну дойдем, надо потерпеть. Потерпеть. Так, значит, давайте попробуем поставить на сегодня многоточие. Очевидно, что ответить однозначно на вопрос, как гражданское общество может контролировать, мы сегодня были не в состоянии, просто в силу многообразия мнений, многообразия проблем, которые были обозначены через эти мнения, вопросов, которые были заданы или которые еще унесут с собой участники сегодняшней дискуссии. И здесь я вот думаю, вы мне помогли завершить сегодняшнюю нашу встречу, наш так называемый круглый стол. Надо потерпеть. Мы еще будем встречаться, еще будем продолжать обсуждать эту тему, и надеюсь, что если не найдем однозначно золотой стандарт ответа, то во всяком случае понимание, а вообще скажите, вот вы сказали, я сторонний человек, сторонние, но немножко так поскромничали, знаете все-таки ситуацию, вообще скажите, интеллигентно у нас проходят дискуссии, очень красиво, и мы немножко потерпим и найдем ответы на многие вопросы. Спасибо вам огромное, что сегодня были с нами. Спасибо. Ну, поаплодируйте сами себе, и я вам. Относительно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.